книга открытым оком том 1 тема вера вопрос 8 как стяжать любовь божию если разумом все принимаешь а ревности и любви нет отвечает игнатий тихонович лапкин пророки христос и апостола постоянно пользовались примерами из обыденной жизни перенося их на духовное в библии часто встречается слова взгляните посмотрите пойдите научитесь иногда речь идет о тех кто более преуспел пойти поучиться у них иногда человек приглашается стать учеником у животных птиц насекомых притчи 6 6 по 8 стихи пойди к муравью ленивец посмотри на действие его и будь мудрым нет у него ни начальника ни приставника ни повелителя но он заготовляет летом хлеб свой собирает во время жатвы пищу свою или пойди к пчеле и познай как она трудолюбива какую почтенную работу она производит ее труды употребляет во здравие и цари и простолюдины любима же она всеми и славно хотя силу и она слаба но мудростью почтена иногда учить в учителя ставится неживая природа 1 коринфянам 11 14 стих не сама ли природа учит вас что если муж растит волосы то это бесчестье для него это для для длинноволосых с косичками монахов прямое указание остричь своей прелести в кавычках волосяные псалом 93 8 стих образумтесь бессмысленные люди когда вы будете умны невежды иеремия 10 21 стих ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали господа а потому они и поступали безрассудно и все стадо их рассеяно если отсутствует пропал аппетит и это продолжается длительное время если идти на поводу у аппетита и не вкушать то живой организм обязательно погибнет чтобы начали работать рецепторы вызывающий аппетит врачи предлагают настойку из полыни шоковая терапия вкусовым присоскам иеремия 9 15 посему так говорит господь саваоф бог израилев вот я накормлю их этот народ полынью и напою их водою желчью иеремия 23 15 посему так говорит господь саваоф о пророках вот я накормлю их полынью и напою их водою желчью ибо от пророков иерусалимских нечестия распространилась на всю землю плач иеремии 3 15 он присытил меня горечью напоил меня полынью если человек знает умом что есть царство небесное и не движется к царствию нет ревности любви нужно создать стресс свою ситуацию просить у бога наградить страхом божиим псалом 35 2 нечестия беззаконного говорит сердце моем нет страха божия пред глазами его римлянам 3 18 нет страха божия пред глазами их 2 коринфянам 7 1 итак возлюбленные имея такие обетования очистим себя от всякой скверны плоти и духа совершая святыню в страхе божием ефесянам 5 21 повинуясь друг другу в страхе божием сирахов 1 18 венец премудрости страх господень произращающий мир и невредимое здравие но то и другое дары бога который распространяет славу любящих его сирахов 25 14 страх господень все превосходит и имеющий его с кем может быть сравнен сирахов 27 3 если кто не удерживается тщательно страхи господнем то скоро разорится дом его сирахов 40 26 богатство и сила возвышает сердце но выше того страх господень сирахов 40 27 страхи господнем нет недостатка и нет надобности искать при нем помощи сирахов 40 28 страх господень как благословенный рай и облекает его всякую славою если нет ревности в деле спасения то значит нет и веры нет движения хотя вера есть и дар божий но бог дает этот дар тем кто активизирует свою деятельность отгребаясь от грехов книга варуха 4 28 какова была решимость ваша чтобы удалиться от бога увеличьте ее десять раз чтобы обратиться и искать его если молитва будет искренне то она будет услышана бог накормит пригоркой полынью и появится аппетит